Всем привет! Сегодня разберем системы, как поправить какие-нибудь незначительные ошибки файловых систем. Файловых систем очень много, соответственно, очень много инструментов и работы с ними. Поэтому мы рассмотрим основные инструменты к стандартной линуксовой файловой системе и еще поглядим несколько файловых систем, которые рекомендуют знать LPIC. Также рассмотрим особенности журналируемых файловых систем и поговорим об индексных дескрипторах. Тема 104.2. Исправление ошибок файловой системы. Два вопроса можно встретиться на экзамене. LPIC предполагает, что мы должны уметь управлять и исправлять ошибки некоторой файловой системы, а именно проверять целостность самой файловой системы, исправлять какие-то проблемы этой файловой системы, а также разбираться со свободным местом и с индексными дескрипторами. Что это такое, сейчас поглядим. В течение занятий мы с вами будем изучать вот эти все утилитки. Наверху утилиты общие для дистрибутивов линуксовых. Это команды DF, DU и так далее. Слева, снизу, это у нас команды, которые относятся к файловой системе EXT. Extended File System родной для линукса, а справа для системы файловой XFS. Понятно, что у Razer есть свои, у BTRFS и у всех остальных файловых систем точно так же могут быть свои инструменты. Все изучать не будем, поймем принципы, а вы потом уже на практике сможете реализовать все, что захотите. Для занятия я подключил к нашей Ubuntu сейчас один пустой жесткий диск. Ну как пустой, я уже отформатировал его, создал файловую систему и смонтировал его в текущую нашу файловую систему, чтобы как-то вам показывать примеры. Итак, первая команда. Команда DF. Она нам показывает состояние использования дискового пространства. У нее есть разные ключи, но суть в том, что она у нас показывает размер, если мы просто так его видим, в 1-килобайтных блоках. То есть вот эти цифры, они нам не очень, так скажем, понятны. Чтобы она у нас показывала все по-человечески, мы можем запустить DEV с ключом H. И теперь она уже показывает нам те единицы, в которых мы можем разобраться. Она показывает то, что вот мое устройство DEV SDB, которое я подключил, имеет раздел размер 7,8 гигов, использован 18 мегабайт, доступно 7,4 гига. То есть занято 1%. Я смонтировал это вот сюда. Как монтировать и отмонтировать, у нас занятия еще будут. Для чего я вам это все показываю? Я вам, во-первых, показываю то, что даже пустая... Вот у нас есть папка mnt-hard. Давайте глянем ls. mnt-hard. В ней есть только папочка lost and found. И при этом уже занята 18 мегабайт. Папочка эта на самом деле пустая. Есть такое понятие у нас, как индексные дескрипторы в журналируемых файловых системах. Есть iNode, так они пишутся. Это метка идентификатора файла, ну или дословный перевод индексный дескриптор. В этих индексных дескрипторах хранится информация о владельце, типе файла, уровнях, доступ к нему. И мы должны понимать то, что для каждого файла создается свой отдельный iNode. И вот команда df-i может нам как раз-таки показать iNode наши. Как они, интересно, здесь в кириллицу переведены. iNode показывает то, что на моем диске devsdb1 всего может быть вот столько-то индексных дескрипторов. И уже занято 11, а свободны все остальные. То есть у меня уже созданы файлы под что-то на этом жестком диске. Обычно у нас под iNode отдается где-то 1% объема жесткого диска. И то есть больше, чем вот это вот число, файлов и папок у нас в компьютере быть не может. Количество вот этих вот iNode вообще для каждого раздела жесткого диска зависит от файловой системы. Как выглядят iNode и как мы можем вообще ими пользоваться, я вам покажу сегодня ближе к концу занятия. А сейчас еще раз подытожу. Команда df-disk-free показывает занятое место на диске и точно так же показывает занятые и свободные iNode, индексные дескрипторы. Следующая команда, которую нам нужно рассмотреть, это команда du, disk-usage. Та была disk-free, это disk-usage. Показывает сколько у нас что занимает место, а именно размер папок в текущей директории. То есть если мы просто так напишем du, она нам покажет, какие у меня есть папки в моей текущей папке. Мы сейчас находимся в домашней папке пользователя моего. Но при этом она опять показывает это все в блоках вот этих невменяемых. Чтобы она показывала это в человеческом понятном размере, нам опять же нужно указать ее и ключ минус h. И тогда нам станет уже понятно, что вот что-то у нас есть 12 мегабайт, а что-то 8 килобайт и так далее. Это все моя домашняя папка пользователя. Мы можем сказать, где конкретно искать. Например, disk-usage, минус h, домашние папки и папка моего пользователя. Возвесь мне эту папку. И вы видите, вот так вот он показывает. Он показывает сколько занимает место у меня в моей текущей папке папки. Все мало очень занимает. Если мы сейчас с вами давайте создадим какую-нибудь подпапку у меня здесь. Давайте парочку создадим. Например, mkdir test и mkdir в этой папке test создадим папку какой-нибудь second. Если снова проверим мы размер папок, видите, он нам показывает еще размеры всех вложенных папок. Просто у меня больше никаких вложений нет. То есть команда disk-usage показывает нам для вот этой вот папки размеры всех папок, в том числе размеры вложенных папок. У меня все папки пустые, поэтому у нас так все показано. То есть мы видим и папку test и отдельно вот такую папку. То есть если бы мы сейчас сказали disk-usage, скажем, минус h и покажи мне вообще корень. Он начинает взвешивать все, что у нас есть в каждой папке под папки. То есть он бежит по всем-всем-всем-всем вложениям. Остановлю это командой Ctrl-C безобразие. Так вот, если мы указываем просто вот так вот, он у нас показывает все с вложениями. А если мы добавляем ключ summarize, он показывает нам только один уровень вложения. То есть только те папки, вес тех папок, которые у нас есть сейчас в нашей папке, не будут лезть глубже. Только ключ надо написать через два дефиза. Видите, он уже не полез глубже. Вот эту папку мы уже здесь не видим. То есть если по такому же принципу нам сказать ему возьми и взвесь корень, у него нет прав на Superpolis запускать, но тем не менее он пытается, вы видите. То есть он не лезет совершенно глубоко. Настолько глубоко он не лезет, он показывает нам только первые вложения. Он влезет сюда глубже, чтобы взвесить размеры, показать его в суммерном размере, в суммирующий размер сверху. А так мы все прекрасно видим. То есть Disk Usage с командой Summarize показывает нам размеры только папок в текущей папке. Под папки не взвешивает. Размеры файлов, к сожалению, он нам не показывает. То есть он умеет взвешивать только папки. И если нам нужно узнать, что у нас занимает больше всего места, мы сначала взвешиваем, скажем, вот такому принципу папки текущей, находим большую папку. Потом взмешиваем ее без ключа Summarize. То есть он начнет взвешивать все вложенные папки. Видим самую большую вложенную папку. А потом можем зайти в эту папку и командой, скажем, ls-l посмотреть размер файлов в ней. То есть, видите, у меня здесь опять в моей текущей папке ничего такого особенного нет. Есть только один файлик. Вот он. И под папочки. Все крохотное. Из интересного, команда ls умеет нам показывать номера i-нодов. То есть минус i, если мы вот так вот покажем. Она показывает нам те самые номера индексных дескрипторов. Видите, у каждой папки, у каждого файла есть свой индексный дескриптор. Вот эти номера. Подумал я и для закрепления информации все-таки сделал вам слайд по этим командам. Трем. diskfree, diskusage и ls. Которые помогают нам, значит, посмотреть свободное занятое место, размер папок и выяснить все про файлы и папки в текущем каталоге. И теперь команды, которые позволяют нам все-таки проверять целостность файловых систем. Первая команда это filesystemcheck. fsck. Вот так вот. Check and repair Linux File System проверяет и чинит файловую систему Linux. Давайте для того, чтобы этим заниматься, нам нужно уже начать работать от имени администратора. Напоминаю, вот sudo-s на практике лучше не делать, потому что это дает нам выход в режим администратора такой постоянный. Лучше каждую важную команду начинать sudo superuser.duk. Так вот, в принципе, сама операционная система может проверять целостность файловой системы на дисках. К этому есть у нас все предпосылки. Например, это сама спокойно делает Windows. Если у нас были какие-то сбои, Windows у нас после перезапуска пытается запустить check disk. То есть в Windows у нас команда check disk занимается проверкой дисков и исправлением файловой системы. В Linux у нас это делает команда fsck. При том, что fsck может вызывать команды специфичные для каждой файловой системы, которая используется. Помните, когда мы с вами форматировали разделы в новых файловых системах, инструментов для которых не было в нашей Ubuntu, мы подкачивали прям целиком пакет для работы с этой файловой системой. И этот пакет помимо инструментов создания файловой системы, как правило, еще включает в себя инструменты по работе с ней. Так вот, мы можем сразу сейчас сказать file system check. Проверь нам файловую систему на диске sdb1. Это наш раздел подключенный. И вот он нам говорит, что файловая система подключена у нас, измонтирована, и он не может продолжить этот процесс. Точно так же в Windows. Если вы будете пытаться проверить файловую систему какого-нибудь диска, на котором не установлено Windows, у вас он просто отключается, вы не видите его в проводнике и не можете с ним работать, и бежит check disk. Если вы захотите проверить диск, на котором установлено Windows, Windows сама из-под себя эту проверку запустить не может, ей приходится уходить в перезапуск. Вы перезагружаете компьютер, и перед запуском операционной системы проверяется этот раздел. Точно так же придется делать здесь, если вы будете проверять системный раздел. У меня сейчас раздел sdb1 это пустой раздел, и в принципе я его отключу, чтобы это проверить, но не сейчас. Тут я вам хочу показать то, что команда file system check увидела то, что у меня используется файловая система ext, extension, не помню какая. Сейчас поглядим. И поэтому запускает команду e2 file system check, то есть ту команду, которая умеет проверять и работать именно с нашей extended file system, с родной линуксовой ext. Мы можем попробовать мануал по ней запустить. man e2 fsck. И видим то, что это как раз уже проверяющий к наших линуксовых вот таких вот файловых систем. По сути, получается, у нас команда file system check просто запускает программу из пакета, который идет вместе с конкретной файловой системой. Бывает то, что file system check не может определить, какой конкретно у нас, какая конкретная файловая система. Тогда мы можем ей сказать, что file system check. Давайте глянем уже наконец, что у меня там за файловая система. sdb1 файловая система линукс. Это прекрасно. Сразу ее что ли переформатировать? Не помню, есть у меня там что-то или нет. Так вот, можем сказать, file system check. Возьми и конкретно, вот я тебе говорю, у нас файловая система ext4. Возьми и проверь. Бывает то, что file system не понимает, какая файловая система. Ну, тут та же самая ошибка, то, что у нас все с маунтина. Давайте отмонтируем. У нас опять же по монтированию и отмонтированию в следующий раз будет урок. Но я просто скажу, что это команда umount. Вообще это unmount, но n венуксоиды пропустили. mnt, как у меня, hard, по-моему, да, там отключил. И теперь я могу сказать снова, давай, проверь мне файловую систему. И видите, вообще без проблем, моментально у меня пустой диск, там ничего нету. Запустилась. Команда e2fck и говорит, файловая система у нас все в порядке, чистая. У нас есть 11 файлов и столько-то блоков. Никаких проблем. Если были бы проблемы, она бы предложила нам исправить их. Давайте теперь попробуем проверим какую-нибудь другую файловую систему. Для этого запустим команду из прошлого урока makefilesystem, то есть отформатируем наш раздел по-другому. Отформатируем его в файловую систему xfs, минус type xfs, в принудительном режиме минус f и какой именно раздел. Наш sdb1. Все, видимо, прекрасно получилось у нас. Давайте снова запустим теперь проверщик файловой системы. Где у нас там он был. Не будем указывать ему тип файловой системы. Пусть сам попробует разобраться. Проверю файловую систему на диске dvsdb1. fsk говорит нам, для того, чтобы проверить, он видит то, что у нас файловая система xfs, для того, чтобы проверять файловую систему xfs, он сам уже ничего не может вызвать, ему просит нас это сделать. И говорит то, что есть программки для этого xfscheck и xfsrepair. То есть для работы с файловой системой xfs надо использовать их родные инструменты. Я только что заново скачал пакет по xfs, потому что у меня с ним был откачан. Я теперь могу спокойно запустить xfs, вот прям как он просит. Check. devsdb1. И это молчаливый очень инструмент, он ничего нам не сказал, даже то, что все в порядке. Но если он промолчал, значит все в порядке. Если было бы не в порядке, он бы ругнулся. Если было бы не в порядке, мы бы сказали, давай-ка запусти-ка нам инструмент xfsrepair. xfsrepair, вы видите, он делает несколько проходов, ищет, проверяет суперблоки, журналы, и начинает делать разные вещи. В конце говорит данный, то есть вот у него несколько проходов. Напоминаю, чек-диск точно так же у него есть несколько проходов, он проверяет, восстанавливает, ищет. Мы сейчас с вами, у нас нет поврежденных файловых систем, поэтому мы с вами быстро это все выполняем. Вообще говоря, у всех этих команд есть ключи, которые позволяют только проверять, исправлять логические ошибки, пытаться исправить какие-то повреждения, перенести файлы. То есть это все умеют делать инструменты. Наш урок сейчас посвящен не конкретному применению этих инструментов, а тому, чтобы вы понимали логику работы. Если говорить по тому же самому XFS, давайте мы сейчас должны примонтировать наш раздел снова куда-нибудь. Опять это следующая тема, но ничего не поделать. У меня есть папка на mount, в папке mount есть папка hard, я ее создал. Не помню, в каком порядке пишется команда, по-моему, сначала надо писать устройство. sdb1, да, рядом наперед я написал. Устройство dvsdb1 смонтируем мне в папку mount hard. Прекрасно. И теперь я могу воспользоваться еще парочкой инструментов XFS. Это XFS, нижнее подчеркивание, info. Я думаю, даже слайды не нужно делать по этим инструментам. XFS check, понятно, проверяет XFS. XFS repair, понятно, чинит. XFS info выдает нам информацию. Информацию о разделе dvsdb1. И тут у нас различная информация, различная, которая, ну я даже не знаю, для чего она может пригодиться. Это такая уже характеристика конкретной файловой системы. Но, тем не менее, вот она, если вы вдруг захотите ее знать. Просит нас изучать LPIC это все. Я вас не хочу грузить вот этими подробностями сейчас тонкими. И второй инструмент мета dump. Сделать dump текущей файловой системы. Он создает двоичный файл, который может пригодиться при резервном копировании. Как тоже сейчас вас не гружу, просто знайте, что есть такой инструмент. Так, создать dump вот этого диска в файл какой-нибудь dump.db в текущей нашей папке. Уже у нас есть какая-то ошибка. Не может он нациализировать какую-то библиотеку XFS. Ну, неважно абсолютно. Нам этот инструмент сейчас никак не нужен. То есть, знайте то, что есть XFS Check, XFS Repair, XFS Info и XFS MetaDump. Переформатировал я сейчас, чтобы не тратить время на запись, этот раздел в файловую систему EXT4. И создал там один документ. Примонтировал туда же. То есть, вот у нас есть папка mnt hard. И в ней я создал файлик test.txt с каким-то незначительным текстом. Итак, команда, которая у нас умеет исправлять ошибки файловой системы. debug.fs, отладчик файловой системы, файловых систем Linux. Умеет делать различные вещи. У него куча-куча-куча опций. Чистит, восстанавливает, чинит, удаляет, работает с iNod. Давайте сейчас прям непосредственно в него зайдем, в этот отладчик, и посмотрим, что он умеет делать. debug.fs. С ключом минус W, то есть write, записывать изменения. Зайдем в sdb1. debug.fs только. Голова что-то у меня болит, и я туплю. Команда help нам может показать, какие у нас есть опции у этого debug.fs. Вы видите, работать с суперблоками, с iNod, с линками, создавать, удалять директории. И там ниже у него много-много-много различных ключей. Я сейчас попрошу его вывести содержимое нашего тома. И он показывает то, что всего у меня на этом томе есть, вы видите, две вещи. Это мой файлик-тест с вот таким вот iNod и lost and found, вот с таким вот iNod папка. Видим. Можем взять, не прямо сейчас, это равноценно такому, через Q я вышел, низкого уровня удалению файлов. Сказать ему возьми и удали rm, удали файл тест текст. Должен был удалить. Проверяем. Лист. Видим то, что действительно у нас этот файл исчез, но при этом у нас место осталось занято. Вы видите, это у нас папка на уровне выше, это у нас текущая папка. Видим то, что все равно он видит то, что у нас как два было объекта, так два объекта и осталось, хоть самого файла и нет. В этом суть у нас восстановление данных из файловых систем. То есть до тех пор, пока у нас на диск не будет записана новая информация на то же самое место, мы можем восстановить данные. То есть мы, по сути, удалили не сам файл, а его индексный дескриптор. Мы удалили метку. Сам файл остался на своем месте на жестком диске, иначе у нас было бы очень неэффективно, если бы головка жесткого диска бегала туда-сюда и постоянно затирала то, что мы удаляем. Она просто трет дескрипторы. И поэтому всю информацию можно восстановить при помощи журнала. Для этого есть журналируемые файловые системы. Можно восстановить индексный дескриптор, и тогда восстановится сам файл. То есть тут у нас из этого нужно делать два вывода. Если у нас пропали файлы неожиданно на нашем жестком диске, первое, что мы должны сделать, это выключить компьютер и вынуть жесткий диск, чтобы на это место не записалась новая информация. Тогда файлы можно будет восстановить. И второй момент. Если мы хотим наоборот зашифровать информацию, то надо нам перед этим диск весь зачистить. То есть программы, которые предназначены для шифрования, они, как правило, предлагают взять и перезаписать весь диск случайными данными в три прохода, например. То есть нужно перезаписать диск случайными данными, иначе информацию можно будет всегда восстановить. Так вот, debug.fs мы сейчас просто поделаем примитивные такие вещи, чтобы показать вам, как восстановить этот файл. Можно попробовать вернуться и показать то, что этого файла там нет. Но пока ладно, не будем. lsdel команда есть. List deleted, то есть покажи удаленные файлы, прямо в debug.fs. В принципе, на этом debug.fs основывается программа по восстановлению данных. И он говорит то, что у нас есть один удаленный inode, один удаленный индексный дескриптор. Вот он, inode 12. Он был удален. И поэтому мы можем взять и восстановить его. То есть мы можем сказать, Q, выйди. Понятно, что вручную так восстановить данные вы сойдете с ума, но софт восстановления данных работает как раз вот с такими вот программами. Говорим undel, то есть от удали. И теперь мы должны указать индексный дескриптор 12. И у нас там был индексный дескриптор, только что он нам показал. 12. И надо указать имя файла. test.txt. То есть восстанови его с таким именем. Можем снова сказать list. И видим то, что у нас вернулся файл с этим индексным дескриптором. Вот он. То есть все у нас в порядке. Подчеркну, debug.fs, он помогает нам вот так восстанавливать данные. И вообще работать с дисками на низком таком аппаратном уровне. Но вручную, само собой, это делать не получится. Это слишком большой геморрой. Мы сейчас просто привели примеры. Но весь софт, который работает вот так вот с дисками, он основывается на таких вот низкоуровневых утилитах. Следующая команда, которую мы должны с вами посмотреть, по-моему, последняя. dump.e2fs. E2fs вы уже должны понимать, потому что это Extended File System. Эта команда у нас делает дамп информации, которая хранится на этих томах. Если помните, в XFS была команда XFS, нижнее подчеркивание, метадамп. Здесь dump.tofs. Для чего нам это вообще может быть нужно? Давайте посмотрим. Выполним команду dump.e2fs для dvsdb1. И вот он нам вывел какой-то дамп, каким-то группам блоков, то есть такую информацию по этому нашему разделу. Напоминаю, у нас сейчас был вывод, стандартный наш вывод. У нас стандартным выводом является наш экран, наша консоль. Мы можем сказать все то же самое, только выведя, пожалуйста, файлик какой-нибудь, чтобы экран не засорять. Output.txt. Сразу для себя сейчас вспомните, попробуйте было на занятии по выводу, какая команда одновременно и на стандартный вывод вводит и в файл. Сделали. И можем теперь посмотреть файл этот. Чем полезен нам этот файл? Мы можем воспользоваться редактором OS. Мы уже его проводили. Он не сразу грузит весь файл нам в экран, а порциями. Текст. И вот мы можем посмотреть, что у нас здесь есть. Смонтирован ToData. Есть вот такой ID-шник у файловой системы. Есть опции файловой системы из интересного. Например, вот эта файловая система у нас журналируемая. Мы сейчас будем, кстати, настраивать и баловаться так с файловой системой. И различные прочие-прочие опции, когда была создана, когда последний раз была смонтирована, когда последний раз проводились на нее записи и так далее. Выйду я из Леса команды Q. Так вот, мы можем взять и попробовать сейчас, давайте, переделываем нашу файловую систему в файловую систему EXT2. Обычно мы пользуемся файлой команды EXT2. МКФС-Т, например, EXT2. Это первый вариант. Второй вариант это MakeFileSystem.EXT2. То же самое сделает. И есть еще команда MakeE2FS. Все одно и то же. Это одни и те же. Ну, то есть разные команды делают одно и то же. Так вот, создай файловую систему EXT2. И опять, да, смонтируем этот диск. Давайте сначала отмонтируем. Remount. DWSDB1. Отлично. MakeE2FS. Тип файловой системы EXT2 на диске DWSDB1. Записал. Давайте сейчас сделаем... Даже не знаю, сделаем или не сделаем. Давайте сделаем. Dump. Не будем создавать для этого файл. Воспользуемся уже нашими знаниями. Снова запросим Dump.E2FS по этому диску. DWSDB1. Если мы сделаем вот так. Напоминаю, у нас выйдет вся информация в нашу консоль, на наш стандартный вывод. Нам с ней не хочется возиться. Мы с вами от этого уходили, делали файлик. Output.txt. И его просматривали командой Ls. А можем просто взять и отсортировать полученную информацию. То есть передать по конвейеру дальше. Shift и вертикальная черта. То есть пробел, вертикальные числа, черта. И команда grep. Мы тоже уже ее знаем. Мы уже много знаем. И посмотрим току опции. Features. Что-то я тут лично написал. Features. Featurez должно быть. Господи, Features. Вот. И видим опции файловой системы. Вот такие вот. Когда мы с вами делали... Где у нас там был Ls? Ls нам выводил только на экран этот файлик. Давайте увидим еще раз. Файлик-то у нас остался. Хоть мы все переформатировали, файлик-то остался. У нас здесь в опции была вот такая штука. Есть журнал. Потому что файловая система Extended 3 и Extended версии 4. Это уже журналируемые файловые системы. У них есть журналы, при помощи которых нам удобно восстанавливать данные. Мы сейчас отформатировали файловую систему Extended 2. Она не является журналируемой. Поэтому в фичерах у нее вот этой опции нет. Есть интересная команда. Tune E2FS настроить файловую систему. Давайте мануал по ней посмотрим. Настраивает настраиваемые параметры файловых систем EX2, EX3, EXT4. Что под этим понимается? Это очень хороший инструмент, который позволяет нам настраивать именно опции файловой системы. Если DebugFS у нас работает именно с объектами файловой системы, то Tune файловая система настраивает именно опции файловой системы. Например, мы можем сказать Tune E2FS настрой нам опцию минус O option на диске devsdb1. Возьми и добавь такую опцию, как есть журнал. Можно было сначала опцию написать. Has Journal. Пробуем. Видите, и у нас превратила команда Tune E2FS файловую систему EXT2 в журналируемую. Можем снова проверить, где у нас была команда. Вот делает дамп файловой системы. И теперь в опции добавился журнал. Можем сказать наоборот. Tune E2FS возьми и удали опцию ей журнал. Для этого перед опцией указываем значок суффикса. Shift-6. Удалил журнал. Снова проверяем. Делаем вывод. Has Journal исчезла. Итак, три инструмента по работе с файловой системой Extended. Linux-овый и родной. DebugFS. Он помогает нам разбираться с проблемами файловой системы. Он может находить, удалять, восстанавливать и что-то изменять в самой файловой системе. Tune E2FS. Инструмент, который настраивает параметры. Включает и отключает опции. И вообще как-то влияет именно на общие глобальные параметры файловой системы, не затрагивая ее объекты. И dump E2FS, он выводит информацию о нашей конкретной файловой системе Ext. То есть все ее опции, настройки, заняты, свободно, когда что с ней происходило, куда смонтировано и так далее. У остальных файловых систем могут быть свои инструменты, само собой. Разобрались мы с инструментами по работе с файловыми системами. Научились просматривать информацию вообще о файловой системе. Пытаться найти ошибки, исправить их и тонко понастраивать файловую систему. У каждой файловой системы свои инструменты настройки. У нас урок был в основном посвящен файловой системе Extended, родной для Linux. Многие инструменты по работе с файловыми системами ориентированы именно на использование вот таких вот низкоуровневых утилит, с работой которых вы сейчас ознакомились. Так что спасибо, что смотрели.